Снова здравствуйте, меня зовут Софья Джормина, прямо сейчас мы с вами находимся в центре Запилиссии, недалеко от площади Первой Революции. И за моей спиной вы можете видеть людей, идущих в сторону автобусов, которые привезли их от Запилиссии на проправительственные митин, которые устроила грузинская мечта. Вы можете видеть, как массово и организованно люди возвращаются от площади Свободы, на которой проходил митинг, в сторону парковки, где их оставили автобусы и микроавтобусы. Вот, вы можете видеть, как около этого белого микроавтобуса, прямо перед нами, толпа, вернее, организованная группа уже ожидает отправки. Вот приезжает еще один автобус. Сейчас круг у метро Руставели, круговое движение, больше похоже на вокзал. На каждом автобусе и микроавтобусе, практически на каждом автобусе и микроавтобусе, можно увидеть пункт назначения. Вот, например, этот автобус, который подъезжает, отвезет избирателей грузинской мечты. Батч Ааро, Батюми. Сейчас можем посмотреть еще, какие пункты назначения сегодня уедут эти рейсовые автобусы. С самого начала сегодняшнего дня, когда Курзинская мечта организовала свой заключительный митинг, рейсовые автобусы приезжали в Тепелиси и заполняли собой улицы города, в том числе самые большие площади, такую, как вот, где мы с вами находимся, площадь Первой Республики. В районе Алабабары это была колхозная площадь и другие. Некоторым журналистам в СМИ удалось пообщаться с пассажирами этих рейсов и автобусов, и, к сожалению, пассажиры не захотели общаться с журналистами и даже скрывали свое лицо во избежание идентификации. Я напоминаю, прямо сейчас подходит к концу правительственный митинг партии Грузинская мечта и жители регионов Грузии и микроавтобусов для участия в проправительственном митинге. Посмотрите, как организованно идут люди, они будто бы знают, где конкретно стоят их автобусы, в какое время будет отправление домой. Я еще раз поговорю, что почти на каждом лобовом стекле этих рейсовых автобусов откуда он прибыл и куда он сейчас повезет людей. Маленькие микроавтобусы повезет людей перейти. А этот в Кеду. Мы с вами следуем за людьми, которые ищут свои микроавтобусы, которые привезли их из регионов в Тбилиси на митинг Грузинской мечты. Посмотрите, как заставлена площадь Первой Республики и территория рядом с ней. Беспрецедентное количество микроавтобусов и автобусов. Также нельзя не упомянуть, что для того, чтобы все эти автобусы были расположены поблизости к площади Свободы, где проходил митинг, правительство ограничило движение во всем центре и город буквально замер и стоял в пробках на протяжении целого дня. Люди не могли припарковаться, потому что платная парковка, которая обычно используется для граждан в Грузии, была заплакирована также, чтобы предоставить парковку для микроавтобусов, которые, я напомню, привезли жители регионов на проправительственный митинг. Мы с вами подходим к метро Христавелли, где большое количество микроавтобусов остановилось, и откуда жители регионов уже пошли в сторону площади Свободы, где проходил митинг. Вот, смотрите, кто-то уже возвращается домой. Давайте посмотрим, может быть, на этом лобовом стекле будет указано, куда едет эта маршрутка. Кажется, мы не успеем посмотреть. Ай, не искренне, не искренне, не искренне, не искренне. Попробуем. Это? Вот эти люди возвращаются домой из Тпилиси. Вот вы видите вдалеке еще один микроавтобус наполняется пассажирами, которые совсем скоро отправятся домой с проправительственного митинга в Тпилиси. Посмотрите, как организовано, люди знают, куда идти, как будто бы время отправления тоже заранее было известно. Вот уже жители регионов ждут отправления домой. Заключительный правительственный митинг подходит к концу. Вот еще одна маршрутка отправляется. Маршрутка в Кедо тоже. Вот. В течение всего дня соединение восстановилось, и я напомню, что мы с вами сейчас идем смотреть, как автобусы, которые привезли жителей регионов на митинг правящей партии, припарковались и ждут своих пассажиров, чтобы отвезти их обратно из Тпилиси в регионы, откуда они были привезены. Мы поднимаемся с вами от метро Росавери, который находится за моей спиной, до площади Первой Республики, которая превратилась в такую стоянку автобусов и микроавтобусов. Давайте посмотрим. Смотрите, как люди организованно уже ждут отправления снова. Мы можем наблюдать огромное количество транспорта, рейсовых автобусов, двухэтажных, одноэтажных, маршрутки и микроавтобусы. Смотрите, какое количество. Совсем недавно подошел к концу митинг грузинской мечты, и участники, которые прибыли на него в Тпилиси, ждут отправления домой в регионы. Ранее я уже сказала, что на лобовых стеклах можно заметить, куда они отправляются. Вот эта маршрутка, например, отправляется в Гурию. Эта тоже в Гурию. Я напомню, сегодня в Тпилиси проходила акция-митинг в поддержку грузинской мечты, правящей партии грузинской мечты. И, как стало известно, как правящая партия объявила, эта акция была создана для всех желающих. И правительство обеспечило транспорт для всех жителей регионов, чтобы те могли приехать в Тпилиси и принять участие. Посмотрите, какое количество автобусов сейчас находится здесь, на площади Первой Республики. И эти автобусы привезли огромное количество жителей регионов для участия в предвыборном митинге грузинской мечты. Я еще раз проговорю, что журналисты некоторых оппозиционных СМИ попытались связаться с пассажирами этих рейсовых автобусов и поинтересоваться, куда они едут и откуда. Однако некоторые из них отказались, либо отказались вовсе общаться с журналистами, и закрыли лицо одеждой и пледами с целью скрыть свою личность, либо притворились спящими. И вот еще один автобус наполняется, чтобы покинуть Тбилиси и отправиться в регион. На этом все. Меня зовут Софья Дёмина. Мы будем продолжать освещать события в Тбилиси и Грузии. Пожалуйста, оставайтесь с нами.